Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. Ребят, свежий обзор для вас на предстоящую торговую неделю с торговыми рекомендациями. Посмотрю сегодня также свои предыдущие публичные торговые идеи. Я напомню, что на этой торговой неделе я вам советовала работать на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам. На самом деле шикарно просто. Отработались мои публичные торговые прогнозы. Посмотрим в втором блоке сегодняшнего обзора. Я напомню, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале Мария Кухтай Трейдер сегодня, в субботу, 26 августа. И на YouTube-канале компания «Маркетс» видео продублируется в понедельник, 28 августа. Ну что ж, давайте начинать и начнем с первого блока сегодняшнего обзора. Свежие торговые идеи для вас. Сегодня я бы хотела обратить ваше внимание на фондовые индексы. Ребята, по фондовым индексам S&P 500, DAX и Dow Jones на самом деле неплохие торговые картинки сформировались. В принципе, есть торговые комбинации, есть торговые паттерны, которые позволяют определить дальнейшее медвежье направление по индексам. И давайте по порядку. S&P 500 – первый инструмент, который мы сейчас с вами рассмотрим. По фондовому индексу S&P 500 – шартовая локальная нисходящая тенденция, образовавшаяся за последние 3-4 торговых недели. Если продолжается, то есть в сторону этой тенденции рекомендую дальше работать по S&P. Почему? Потому что у нас сейчас сформировался локальный паттерн, шартовый паттерн, подтвержденный, и который имеет все необходимые элементы для того, чтобы дальше шартисти S&P. Защитное движение и импульсное снижение, которое произошло 15, 16 и 17 августа по данному инструменту. Коррекционный рост до своего локального максимума 44,65 – сановая зона сопротивления, усиленная зеркалом. После чего мы увидели локальное шартовое перекрытие. И подтверждение перекрытия одной внутренней девочкой. И это все сигнализирует о том, что дальше S&P нацелена вниз. Поэтому торговая идея для вас. Работаем в шорт по S&P ниже максимума пятницы 44,17 – сановая зона сопротивления. Либо с текущих, либо еще как-то здесь будем добирать торговую позицию. С перспективой на пробитие поддержки, образовавшейся в районе 43,60 и ниже. То есть у нас здесь, в принципе, неплохая шартовая картинка нарисовалась, подтверждается. Поэтому дальше работаем на снижение по S&P 500 в сторону коррекционной, скорее всего, шартовой тенденции, образовавшейся за последние три торговых недели. То есть шарты довольно четко здесь прослеживаются. И дальше можно пробовать открывать продажи по данному инструменту. Следующая торговая идея для вас – это Dow Jones. Ребята, по Dow Jones чуть по-другому сформировался торговый паттерн, нежели по S&P 500. Но, тем не менее, это шартовый паттерн, который показывает дальнейшее шартовое направление и подтверждает это шартовое направление. По фондовому индексу Dow Jones точно так же, как и по S&P, у нас здесь образовалась нисходящая короткосрочная тенденция за последние 3-4 торговых недели. В сторону этой тенденции предлагаю дальше шарти из Dow Jones. Если говорить о торговой формации, у нас здесь есть консолидация позиций в рамках защитного движения шартового. Максимум коррекции, консолидационный уровень сопротивления 34 600. От него мы показали реакцию вниз в четверг на этой торговой неделе. И пятницу – это откатная дневочка, внутренняя дневочка, которая подтверждает шартовое движение от четверга 24 августа. И которая дает возможность зашартить Dow Jones по хорошим ценам. То есть, в принципе, с текущих можно работать на продажу ниже максимума пятницы. 34 464 ценовая зона сопротивления локальная. От нее работаем в шорт по фондам индекс Dow Jones с целью на пробитие минимумов, образовавшихся в районе 34 065 и ниже. Шартовый паттерн, ну, как я уже сказала, здесь чуть по-другому мы этот паттерн сформировали. Мои ученики понимают, о чем я говорю. Ребята, я напомню о том, что я анализирую рынок и торгую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Все форматы, все торговые паттерны я отбираю для вас в соответствии со своей авторской торговой стратегией. То есть, даже вот эти, скажем, фразы, которые я использую в своей речи, они четко понятны моим ученикам, потому что они понимают, каким образом я анализирую рынок, каким образом я определяю торговую и неторговую формацию, каким образом я определяю точку входа и так дальше. Поэтому Dow Jones шартовая комбинация, работаем на снижение, и цель для падения – это обновление минимумов месяца текущего и ниже. Еще одна торговая рекомендация для вас, ребят, это DAX. Ну, на самом деле, по DAX отличная комбинация тоже у нас шартовая, чуть похожа DAX на S&P 500. Что сейчас у нас интересного по DAX? У нас есть нисходящая тенденция локальная, образовавшаяся за последний торговый месяц по фонду Мейдексу DAX 40. Локальное защитное движение шартовое отличное, здесь импульсное падение у нас было по DAX, после чего коррекционный рост до зеркального уровня сопротивления 15.820. Остановка коррекции перекрытий шартовой и пятница – это внутренняя дневочка, которая подтверждает предыдущее перекрытие и которая позволяет работать в шорт по DAX с текущих ниже максимума пятницы 15.743 ценовой уровень сопротивления. Поэтому торговая рекомендация по DAX, работаем в шорт. Можно с текущих пробовать открывать уже с понедельника, а возможно еще понедельник как-то здесь будет добирать торговую позицию, уже увидим с вами по факту, но тем не менее направление шартовая, точка входа уже есть, которая сформирована на дневках, которая уже подтверждена, потому что торговый шартовый паттерн здесь нарисовался, и в сторону этой шартовой комбинации можно открывать продажи по DAX с целью направления минимумов, образовавшихся в месяц августе в районе 15.469-470 ценовой уровень поддержки и ниже. DAX шарты, шарты с текущих, либо после какого-то локального донабора торговой позиции, ниже максимума пятницы 15.744 ценовая зона сопротивления. Ну что ж, это были свежие торговые рекомендации для вас, ребят, по фондовым индексам. На самом деле на этой торговой неделе рекомендую обратить внимание на фондовые индексы. По валютному рынку пока ничего интересного нет. Почему? Потому что валютный рынок уже шикарно просто открыт, отрабатывают мои предыдущие публичные торговые рекомендации. Не только публичные, но и те, которые я давала в закрытом канале. Вип Мария Кухта. То есть мои торговые публичные идеи подкреплены сигналами в закрытом канале. И я показывала эти торговые сигналы своим подписчикам. Открытого телеграм-канала Мария Кухта Трейдер. То есть вы видели, да, я, в принципе, показывала и точки входа, я показывала, как я определяла направление по инструменту, где нужно было входить, как частично фиксировала. То есть все это можете посмотреть в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Касательно публичных идей, ребят, два видео на этой торговой неделе, которые вышли для вас. Первое видео вышло в воскресенье, давайте посмотрим. Значит, в воскресенье первое видео торговые идеи доллар-франк и фунт-доллар, в котором я вам советовала публично работать на рост доллар-франка, на укрепление доллара по отношению к швейцарскому франку и на падение фунта. И еще одно видео для подписчиков моего YouTube-канала Мария Кухта Трейдер. Ребят, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал индивидуальный, личный, и вы будете всегда получать всегда и апдейты, и какие-то свежие торговые рекомендации с сопровождением и с хорошими идеями по основным финансовым инструментам. Поэтому вторник, вторник на этой торговой неделе торговые идеи, дикси евро и франк-фунт, я еще сделала апдейты предыдущих рекомендаций своих торговых, публичных, и нефть бренд затронула, также рассмотрела интересную картинку по нефти. Сейчас посмотрим, как же отработались эти мои торговые рекомендации публичные, как же у нас обстоит картинка по этим идеям, и давайте начинать. Начнем с валютного рынка и посмотрим индекс доллара. Друзья, на самом деле индекс доллара просто шикарно отработал лонг. Когда была торговая формация, это был вторник у нас, 22 августа на прошлой торговой неделе, в моменте, то есть у нас уже здесь, в принципе, закрывалась девочка, мы примерно торговались на отметке 103,5 по дексе, я сказала о том, что есть у нас здесь усиленный лонговый паттерн, то есть лонговый паттерн, который усилен, тенденции восходящие. Лонговые тенденции, образовавшиеся за последние полтора торговых месяца по данному инструменту, и в сторону этой тенденции я вам советовала лонговать индекс доллара. Если вы воспользовались моей рекомендацией, купили дексе, вы могли шикарно заработать на этом. Почему? Потому что мы на самом деле уже в среду, 23 августа, показали неплохой локальный импульс наверх, и четверг, шикарная отработка, пятница, добой наверх, новый, новый локальный максимум индекс доллара показал. Как я и прогнозировала, несмотря на то, что мы находились на максимуме своей тенденции локальной, несмотря на это, у нас здесь сформировалась лонговая комбинация, которая позволила действительно увидеть лонги, подтвержденные лонги, и открыть соответствующие торговые сделки, и на этом шикарно заработать. Значит, от поддержки 103.2 я вам советовала лонговать индекс доллара в рамках паттерна, который отобрала для вас по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Как я понимаю рынок, ребят, я все рассказываю на индивидуальных курсах обучения, Я напомню, что свою стратегию я разработала уже за 10 лет в трейдинге, я уже довольно долго занимаюсь трейдингом и работаю в этой сфере, поэтому за это время я уже определила для себя некоторое понимание рынка, и это понимание рынка мне дает возможность и публично хорошо прогнозировать рынок, и на этом зарабатывать, потому что я занимаюсь индивидуальным управлением. И сами видите, как отрабатываются мои торговые идеи, потому что не постфактум, публично много торговых рекомендаций вы от меня получаете в своих обзорах, плюс в закрытом канале дают торговые сигналы, торговые идеи с сопровождением, и отработку вы можете сами оценить, сами можете проследить. Ну что ж, индекс доллара, новый хай, несмотря на то, что на максимумах, несмотря на то, что у нас какие-то еще, возможно, локальные предпосылки были для падения, возможно, какой-то уровень можно было здесь нарисовать, но я торгую не по уровням, я торгую по паттернам, и паттерн здесь был четкий, паттерн здесь был лонговый, мои ученики понимают, что именно я имею в виду сейчас, говоря о том, что индекс доллара у нас показывал покупки, и закономерная отработка у нас произошла по данному инструменту. Поэтому индекс доллара отлично отработал мою публичную торговую рекомендацию в лонг. Евро-доллар – это еще одна торговая рекомендация публичная, которая была для вас дана во вторник, 22 августа. Ребята, давайте посмотрим. Значит, вторник, и это у нас дневочка торговалась примерно на отметке 1.0860 по евро. В то время я записала обзор, в котором публично советую вам шортить евро. Ниже сопротивление откатного 1.0915, но на самом деле точка входа у нас была чуть позднее, и об этом я сказала своим подписчикам закрытого телеграм-канала «Витмария Кухта». Чуть позже я вам покажу эти торговые идеи закрытого канала. И что по евро. Посмотрите, евро-доллар – шартовый паттерн. Никаких разворотов, ребят. Евро-доллар показывал шарты. Эти шарты можно было увидеть на графике, эти шарты можно было спрогнозировать. И замечательно на этом заработать. Закономерное падение, новый локальный минимум по евро в пятницу 25 августа, и отличная отработка моей публичной торговой рекомендации на продажу. Еще раз. Евро-доллар – тоже видео, то есть видео, которое вышло на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» во вторник 22 августа, где были торговые рекомендации по дикси, по евро, по франку, фунту и бренд. И посмотрите, как отработалась продажа по евро. Если желаете научиться понимать рынок, индивидуальные курсы обучения предлагаю. Если желаете получать у меня больше торговых сигналов с сопровождением, предлагаю свой закрытый телеграм-канал «Мария Кухта» с торговыми сигналами, с торговыми рекомендациями, с сопровождением. То есть все это получают подписчики моего закрытого телеграм-канала, где я даю больше торговых рекомендаций, с сопровождением торговых идей, где я показываю, как нужно выходить из сделки, где нужно выходить из сделки. Когда у нас происходит отмена торгового сценария и другие моменты, на которые я обращаю внимание для своих подписчиков закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта», то есть если так желается получать от меня торговый сигнал с сопровождением, пишите мне в личку, все мои контакты есть под видео. Поэтому евро – шикарная отработка в шорт, публичный прогноз и закономерная отработка. Где входить на продажу, я вам чуть позже покажу, где в закрытом канале я давала торговый сигнал в шорт по валютной паре евро-доллар. Так, и доллар-франк. Посмотрим из валютного рынка. Доллар-франк отлично отработал покупочки. Ребята, я напомню, что я по доллар-франку в двух своих предыдущих обзорах этот инструмент затрагивала и говорила о том, что доллар-франк рассматриваю. Наверх, значит, обзоры. Первый обзор – воскресенье на прошлой торговой неделе, франк-фунт. И второй обзор – во вторник на прошлой торговой неделе, значит, валютный рынок и нефть-бренд. И где была торговая рекомендация по доллар-франк? Давайте посмотрим. Значит, первая торговая идея на покупочку – это воскресенье. Значит, у нас закрывается пятница, 18 августа, закрывается, и в воскресенье я записываю обзор, в котором советую лонговать доллар-франк выше откатной поддержки 0,8775. На самом деле в закрытом канале мы сидели в лонгах еще ранее, то есть я еще покупала доллар-франк 15 августа. Эту консолидацию всю выдержала, то есть, в принципе, у нас консолидация подтверждала дальнейшее лонговое направление. Здесь никакой отмены лонгового сценария не было, никаких предпосылок для продаж не было, поэтому сделку удерживали. Я постоянно делала апдейты в закрытом канале о том, что лонг актуальна, ребята, удерживать покупки. Торговые идеи в силе, торговая рекомендация по доллар-франку на покупочку в силе. И какая у нас здесь отработка произошла? Это на самом деле отличная отработка. То есть импульс наверх по доллар-франку мы с вами увидели еще в четверг, 24 августа. И, смотрите, пятница, 25 августа еще один добой наверх, еще один новый максимум по доллар-франку. Здесь в закрытом канале я зафиксировала 30% позиции на покупочку. Вы тоже могли зафиксировать, если вы покупали по моим публичным торговым прогнозам и публичным торговым рекомендациям. Потому что еще одну торговую рекомендацию в лонг вы получили 22 августа от меня, где я сказала, что лонги актуальны, лонги в силе. Ребята, продолжаем работать в лонг по used achieve выше того же уровня поддержки. Паттерн здесь лонговый был. Отличный лонговый паттерн. Усиленные локальные лонговые тенденции, краткосрочные. Но, тем не менее, в сторону этой тенденции доллар-франк отработался. Доллар-франк показал две хорошие лонговые дневочки. Раз отработка, два отработка. Здесь можно было частично фиксировать. И дальше, что делать с этой сделочкой? Удерживать, потому что стоп-лосс можно перевезти без убыток. И удерживаем лонги, потому что доллар-франк у нас продолжает смотреться наверх. Вот как отрабатываются мои публичные торговые идеи. Ребята, и фунт. Еще давайте фунт посмотрим. Фунт-доллар. Ну, на самом деле, просто шикарный пролив вниз по фунту. На самом деле, замечательно отработался торговый паттерн. Да, здесь в моменте чуть-чуть вынесли. Видите, одна дневочка, которая была 22 августа во вторник. Она вынесла предыдущий максимум. Вынесла короткие стопы по фунт-доллару. По фунту, ребят, я напомню, что я вам советовала шортить фунт-доллар. Ниже сопротивление откатного в районе 1,2765-1,2770. Ценвайзон сопротивление в рамках шортового паттерна, который я отобрала для вас и проанализировала по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Видите, как отрабатываются те торговые идеи, которые я для вас отбираю. Видите, как я понимаю, рынок. Значит, фунт-доллар у нас отработка раз. Сейчас была в среду 23 августа и в четверг еще один импульс вниз, на котором, кстати, подписчики закрытого моего телеграм-канала ВипМария Кухта получили дополнительный торговый сигнал в шорт. Чуть позже я вам покажу. То есть, если публично я вам советовала шортить фунт 22 августа, когда у нас произошла вот эта реакция вниз, значит, в своем публичном видео. Ну и на выходных записывала обзор о том, что вот 18 августа у нас пятница закрывается. Записываю обзор о том, что уровень 1,2765, и это ценовая зона сопротивления по фунту в рамках шортового торгового паттерна, от которого я вам советовала шортить фунт-доллар. Вынесла короткие стопы. Я записала обзор, что можно перейти на продажу. Вот как нужно, значит, действовать, если вдруг рынок выносит ваши короткие стопы. Да, то есть там у меня тоже вынесла по стопу в закрытом канале, мы получили стоп-лосс по фунту. Но тем не менее, тем не менее, отработка есть, шикарный шорт раз и еще один торговый сигнал в шорт в закрытом канале, где отработка четверг-пятница и новые минимумы по валютной паре фунт-доллар. Видите, ребят, как отрабатывать все торговые формации, которые я для вас отбираю публично, торговые паттерны, которые я понимаю и которые я отбираю в рамках своей аторской торговой стратегии защитный трейдинг. Интересен мой подход к анализу рынка. Вы можете мне написать в личку, всю подробную информацию по обучению расскажу. То есть я провожу индивидуальные курсы обучения, на которых рассказываю все нюансы понимания рынка. И не только помогаю вам анализировать рынок, помогаю вам с анализом, постоянный фидбэк от меня, плюс бесплатный доступ в закрытый мой телеграм-канал VIP Мария Кухта на полгода. Все это вы получаете, если будете проходить у меня индивидуальные курсы обучения. Так, фунт, видите, ребят, как шикарно отработался. Значит, валютный рынок у нас замечательно просто порадовал, на самом деле, на этой торговой неделе валютный рынок показал закономерное укрепление американского доллара по отношению к евро, по отношению к франку швейцарскому и по отношению к фунту. И на этом и я заработала, и мои подписчики заработали закрытого телеграм-канала VIP Мария Кухта, и вы публично могли заработать, если вы смотрели мои видео, если вы подписаны на мои ресурсы, и если вы открывали сделочки по моим публичным торговым рекомендациям. И еще одна торговая рекомендация, которая была во вторник, 22 августа, давайте посмотрим это видео, значит, 22 августа, вторник. И это, кроме валютного рынка, я еще советовала шартить нефть марки Brandt. Посмотрим, что сейчас по нефти у нас, значит, смотрите, 22 августа, шарты ниже сопротивления 84,7, это моя торговая идея для вас в рамках шартового паттерна по моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, и замечательная отработка у нас произошла уже в среду 23 августа. В закрытом канале я также шартила фунт доллар, давала, прошу прощения, нефть марки Brandt, давала торговые сигналы на продажу, здесь мы часть позиций зафиксировали, оставшаяся часть позиций по безубытку, стоплос перевела в безубыток. Ну, сейчас, видите, нефть в пятницу выкопилась, пока ситуация не торговая, то есть пока уже здесь ничего не нужно делать с этим инструментом, на самом деле нужно торговать тогда, когда есть торговый паттерн. Какая у нас перспектива отработки, ну, это уже нужно смотреть по факту, то есть использовать формат сопровождения торговых своих позиций. Нефть у нас реагировала на поддержку 82,3, но, в принципе, это первая цель, которую я озвучила в обзорах, я говорила о том, что обновим вот эти минимумы, и цель для снижения район 82 с копейками. В обзоре я это сказала во вторник, 22 августа, если не смотрели, можете посмотреть мой обзор и убедиться в том, что действительно рекомендовала шартить нефть, и на шортах можно было неплохо заработать, короткосрочно, интердей, если вы торгуете данный инструмент. Видите, ребят, как отрабатываются публичные торговые идеи, то есть эта неделя, на самом деле, очень хорошо отработала мои торговые прогнозы, мои торговые рекомендации, на которых вы также могли заработать, и на которых заработали подписчики моего закрытого телеграм-канала «Вип Мария Кухта». А давайте еще посмотрим по валютному рынку, вот то, что я вам говорила, значит, примечательным по валютному рынку, был один момент, то есть мы в закрытом канале еще ранее, да, торговали фунт-доллар, торговали доллар-франк, евро, но вот эти выкупы, которые у нас произошли, вот, допустим, по фунт-доллар, да, у нас был выкуп с ряда 23 августа, такая реакция наверх, которая, возможно, кого-то, кого-то смутила, да, показала какой-то здесь вопрос, какую-то дилемму по поводу дальнейших продаж, но нет, я четко понимаю рынок, четко определяю торговый паттерн, такие моменты, такие моменты нужно учитывать, если вы торгуете, если вы анализируете той или иной инструмент, то есть выкуп, который у нас произошел по фунту 23 августа, не повлиял на дальнейшую картинку по данному инструменту, наоборот, показал, что действительно продажи в силе, а почему? Потому что здесь были некоторые моменты, некоторые моменты, ну, я все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения, потом, ребят, если интересно, пишите в личку. Некоторые моменты, которые подтверждали продажи, подтверждали шарты, говорили о том, что да, фунт-доллар у нас дальше смотрится вниз, о чем я проинформировала своих подписчиков закрытого телеграм-канала Вик Мария Кухта. Посмотрите, 24 августа, четверг, фунт-доллар написала, что несмотря на вчерашний довольно сильный выкуп, инструмент продолжает смотреться в шорт, ниже сопротивления 1,2765 секущих, либо после небольшой коррекции. И вот на тот момент, где у нас торговался фунт на часовичках, вот здесь тоже была неплохая картинка в шорт локальная. И посмотрите, какая по фунту у нас произошла отработка. В четверг импульс вниз, и пятница новый минимум. Вот это значит сопровождение позиций, это значит понимание рынка, это значит, что я учитываю все моменты, которые мне показывают на графике ту или иную информацию, что я сделала из валютной пары фунт-доллар, и видите, что мы заработали не только на вот этом падении, а в закрытом канале, но и на импульсе, который произошел еще и в четверг, 24 августа. 50% позиций я зафиксировала, стоп-лосс перевела без убыток, и дальше удерживаем шорт фунт, потому что фунт смотрится у нас дальше вниз. Евро-доллар, еще одна торговая идея, вот эта, где я советовала шортить евро, давайте посмотрим евро-доллар график. Значит, валютная пара евро-доллар, шорт в четверг, 24 августа. Ребята, несмотря на то, что здесь мы были на минимумах, несмотря на то, что здесь у нас среда закрылась чуть-чуть так, с выкупом и спин-баром, все эти моменты не влияют на дальнейшую картинку, а что влияют? Совсем другие информационные элементы, и все это я, как я уже сказала, рассказываю на курсах обучения. Итак, давайте посмотрим евро-доллар, торговая идея в шорт в закрытом канале, значит, евро я светло-шартис ниже максимума среды, это, по-моему, у нас была среда, да, максимум среды, светло-шартис евро на переловые. Также вот по часовичкам я показала локальный откатный уровень сопротивления, цель на обновление минимумов. Посмотрите, что сделала валютная пара евро-доллар в четверг, импульс вниз, и в пятницу обновление минимумов, где я закрыла 50% позиции на продажу в закрытом канале. Вот как я понимаю рынок, вот как я анализирую рынок, вот как я даю торговые сигналы, ребят. Вот, если вы также желаете получать у меня торговые рекомендации, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта» и всегда получать хорошие торговые идеи с сопровождением, с апдейтами. Анализирую все рынки, если есть хороший паттерн торговый подтвержденный, об этом информирую своих подписчиков закрытого телеграм-канала. Так, нефть, это мы тоже шартили нефть, значит, шартили нефть, где я зафиксировала 30% позиции на продажу, вот по нефти торговая идея в закрытом канале. Значит, нефть сопровождение, фиксация частичная, и доллар-франк четверг, 24 августа, доллар-франк продолжаем удерживать лонг, цель на перехай и выше. Доллар-франк у нас подтвердил лонговое направление, для чего я это пишу в закрытом канале, для того, чтобы ребята четко понимали, что нужно делать с тем или иным инструментом, что не нужно дергаться, если ничего, никаких предпосылок для отмены сценария нет, нужно просто удерживать торговую позицию, понимать, когда у вас происходит отмена сценария, и понимать, что вы делаете на рынке, как вам нужно действовать. Все это вы должны для себя определить еще наперед, еще до того, как рынок уже какие-то движения делает. Поэтому доллар-франк, он полностью здесь сохранял лонговый паттерн, о чем я неоднократно информировала своих подписчиков закрытого телеграм-канала ВИП Мария Кухта. И шикарная закономерная отработка у нас произошла по фунту, посмотрите, где я закрыла 30% позиции на продажу, стоп-лосс перевела без убыток. По доллар-франку написала, что удерживаем лонги, лонг актуален. Фунт-доллар зафиксировала еще 20% позиции уже в конце дня четверга, когда у нас импульс вниз отлично прошел, шикарный шорт. И по евро стоп перевела без убыток, значит, зафиксировала 30% позиции на покупку по доллар-франку, видите, где у меня была покупка сигнал в лонг, но постоянно после этого я делала апдейты о том, что доллар-франк у нас сохраняет восходящую перспективу, лонговый перспективу, лонговый паттерн в силе. Так, и в принципе, что и по евро-доллару, смотрите, по евро-доллару 50% позиции зафиксировала в шорт, евро, где шортила, тоже я вам об этом говорила и этот момент показывала. Ну еще, вот эфир еще, у меня в закрытом канале висит торговая идея на продажу эфира, значит, идеи актуальны, поэтому если вы сейчас смотрите это видео, тоже можете воспользоваться торговой рекомендацией в шорт по криптовалюте эфир, потому что там у нас есть неплохой шортовый паттерн, неплохая шортовая формация, которая позволяет определить дальнейшее нисходящее направление по данному инструменту. Ребята, видите, как я понимаю рынок, видите, как я отбираю торговые паттерны, видите, как я определяю торговую и неторговую ситуацию на графике, каким образом анализирую рынок. Если вам импонирует мой подход к анализу рынка, если вам нравится, как я понимаю рынок, если вы также хотите научиться понимать рынок, вы можете записаться ко мне на индивидуальные курсы обучения. Я веду обучение, 8 занятий индивидуальных онлайн со мной, после чего наше общение с вами не заканчивается, то есть мы с вами продолжаем работать еще дальше после окончания занятий. Для чего? Для того, чтобы, если у вас появляются какие-то вопросы, я всегда на связи, постоянный фидбэк от меня. Плюс бесплатный доступ в закрытый мой телеграм-канал «Вибрия Кухта» на полгода, для того, чтобы вы сами убедились в том, что моя стратегия рабочая. Моя стратегия позволяет зарабатывать, позволяет определять рынок, прогнозировать рынок, видеть точки входа. И все это можно увидеть уже на этапе формирования торгового паттерна, не на этапе отработки, на этапе формирования. Вот есть торговая информация, вот это все можно увидеть, и это все можно использовать в своей торговле и на этом зарабатывать. Поэтому, ребят, интересуют обучение, пишите мне в личку, вся моя контактная информация есть под видео. Ну, плюс также скажу, что если желаете получать от меня больше торговых рекомендаций, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вибрия Кухта» и будете всегда получать и торговые сигналы, и апдейты, и анализ основных финансовых инструментов, потому что я делаю там торговую аналитику, даю. И показываю, когда у нас происходит отмена сценария, когда сценарий в силе. Эти моменты я всегда стараюсь озвучивать и показывать для своих подписчиков закрытого телеграм-канала «Вибрия Кухта». Не забывайте подписаться на мои публичные ресурсы «Мария Кухта Трейдер» — мой YouTube-канал. Подписывайтесь для того, чтобы получать всегда видеообзоры с торговыми идеями. То есть, ребят, никакой воды, это все торговые рекомендации, которые вы можете использовать для себя, публичные торговые рекомендации. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы вы сами убедились в том, что моя стратегия рабочая, как я понимаю, рынок, и как действительно вы можете на этом заработать. Поэтому YouTube-канал мой «Мария Кухта Трейдер» — подписывайтесь и зарабатывайте своими торговыми рекомендациями. Также есть у меня открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», не забывайте подписываться. И еще в Facebook есть у меня ресурсы. Это моя страница «Мария Кухта Трейдер», открытая страница и группа «Мария Кухта Трейдер», тоже можете подписаться, где я опять-таки опубликую и свои видео, и какие-то свои торговые идеи, и показываю отработку, и сделки учеников. То есть, эти моменты все я опубликую в своих открытых ресурсах. Ребята, я напомню, что если у вас есть какие-то вопросы по рынкам, вы можете задавать вопросы в комментариях к этому визию. Обязательно отвечу на своих следующих обзорах. Если интересуют любые рынки, пишите тикеры инструмента в комментариях, и я отвечу, проанализируя этот инструмент, на следующем своем обзоре. Так, значит, если есть какие-то вопросы, тоже пишите в комментариях. Был вопрос под моим предыдущим видео по поводу перезахода. Ребят, конечно же, нужно перезаходить, если есть точка входа. Это, значит, один из элементов управления позицией, один из элементов сопровождения позиций. Бывают случаи, когда рынок выносит, бывают случаи, когда рынок может вынести короткие стопы. Как он сделал, допустим, с валютной парой фунт-доллар? Я, в принципе, вам сказала, что я тоже получила здесь убыток, и в закрытом канале мы получили стоп по фунту. Чуть вынесло, вынесло, да, здесь вот этот с шпилькой, но, тем не менее, был сигнал для перезахода, и две торговых идеи в шорт по фунту в закрытом канале подписчики получили, публично вы идею в шорт получили. Вот что значит момент управления позицией, момент перезахода и так дальше. Но обязательные условия нужно, чтобы для этого был сигнал. Не просто мы там где-то в моменте перезаходим, да, а есть соответствующий сигнал, соответствующий графический, значит, информационный момент, который показывает, что да, можно перезайти по тому или иному инструменту, и в каких случаях, когда нужно все это делать, это вы должны для себя четко понимать, все эти моменты рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мои ресурсы открытые, интересуют обучение, пишите в личку, контакты есть под видео, интересуют торговые сигналы, пишите в личку. Всю информацию, в принципе, предоставлю вам в индивидуальном формате и по обучению по сигналам. Благодарна за то, что посмотрели видео, надеюсь, вы заработали на моих публичных рекомендациях. Если напишите в комментариях, буду благодарна, то есть заработали ли вы на моих публичных рекомендациях в лонг по индексу доллара, в шорт по валютной паре евро-доллара, в лонг по доллар-франку, в шорт по фунту, шорт нефти марки Brent. Если напишите, буду благодарна. Всем хорошего дня, прибыльной торговли. Жду от вас свежего фидбэка, а вы ждите от меня свежих видео с торговыми рекомендациями. И, ребят, хороших выходных. До скорой встречи.